всем привет с вами мария кордубаева вы находитесь на канале посвященному ландшафтному дизайну и умному проектированию вы очень часто задаете вопроса как вам удается проектировать такие красивые сады сегодня я расскажу вам как мы проектировали сад на участке площадью 11 с половиной соток в коттеджном поселке лесная сказка после строительства дома для проектирования осталось всего 7,7 соток и на этом ограниченном пространстве нам удалось создать целых 7 обособленных зеленых комнат при этом еще и газон запланировать сохранив тем самым ощущение простора на участке как нам удалось создать иллюзию площадь гораздо больше чем фактические размеры участка какие растения мы использовать для этого сада и с какими трудностями столкнулись поговорим уже в этом выпуске а и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Начинаем с анкеты клиента и технического задания. В рамках технического задания нам предстояло разместить на участке паркинг для одного автомобиля, белый сад перед каминным залом с пристенным фонтаном, огород с теплицей и приподнятыми грядками, плодовый сад, детскую территорию, летнюю кухню, приватную территорию для отдыха у летнего бассейна, хозяйственную зону для емкости автополива и территорию для выголу двух собак. Сейчас вы видите облик участка при первом знакомстве с владельцами. Это дает нам представление о плотной застройке внутри поселка, где дома смотрят друг на друга и не хватает уединения. На первой встрече я записала несколько видео заметок, которые пригодились при проектировании сада. Эти видео сняты из различных комнат и локаций участка. Здесь нам нужна зеленая комната и стой. Желательно в перспективе, чтобы вот эту всю красоту закрывала. Здесь будет перегородка, скорее всего, трильяж, либо еще какое-то решение, которое будет разделять пространство, потому что там у нас начинается уже территория корода. Второе окно из кухни. Вот здесь тоже видовая точка. Вот эта территория тоже должна быть круглогодичной, очень красивой и приятно оформленной. Это вид из комнаты бабушки. То есть вот там у нас зеленая комната и стой как раз. Где-то здесь должно быть разграничение пространства. Желательно, чтобы здесь что-то было тоже довольно-таки приятное, но здесь уже больше вид будет на огород. Поэтому огород должен быть красивым. Задача надо закрыть вот этот дом. Тем более, что вот здесь планируется в перспективе высока вероятность, что будет бассейн, терраса, типа летняя кухня, барбекюшница. То есть вот такое пространство для отдыха уединенного, приватного, скажем так. По сути на этих видео я говорю об анализе существующей и прилегающей территории. По фото и видеосъемке мы с вами видим сильные и слабые стороны. Ну, например, забор между участками не претендует на эстетическую составляющую. Его хочется скрыть вместе с обзором на соседние окна. Кроме того, вид из гостиной прямо на кондиционеры соседа. В таких случаях у нас есть два варианта проектных решений. Первый. Скрыть обзор кулисными посадками или живой изгородью. Или создать такую точку притяжения на участке, чтобы от нее невозможно было глаз отвести. Большое удивление у меня вызвало решение с калиткой порталом. Суть в том, что при открытии ворот вход через калитку загораживается этими же самыми воротами. Совместно с привлеченным нами архитектором мы предложили кардинально иное решение для въезда на участок. Гораздо более удобное. Глядя на большое количество газона, сердце кровью обливается. Когда я представляю, сколько нужно потратить времени для того, чтобы ухаживать за этим газоном. Косить его. Потом еще думать, куда эту траву девать. Еще слушать воскресную арию газонокосилки. Ну, нет-нет-нет. После того, как у нас согласовано техническое задание и подписан договор на проектные работы, приступаем к первому важному чертежу. Плану инсоляции. Что такое план инсоляции? Это схема движения теней на участке. Она дает нам понимание расположения, например, глухих теней на участке от дома или от сплошного забора. Также, благодаря плану инсоляции, мы видим расположение разреженной тени, например, от растений или от малых архитектурных форм. А также мы видим самые солнечные места на участке, оптимальные для размещения плодового сада и огорода. На основе плана инсоляции и технического задания приступаем к плану зонирования. Это очень важно. Не совершайте моих ошибок и не перепрыгивайте через этот этап. В какой конфуз можно попасть, проигнорировав план зонирования, смотрите в видео «Мои первые ошибки». План зонирования – это чертеж, где мы определяем локации ландшафтных объектов на участке и согласовываем с владельцем сада. Это очень важно, иначе вы будете рисовать эскизы участка до бесконечности, потому что ваши варианты размещения тех или иных объектов могут не совпадать с видением хозяина сада. Итак, приступаем к размещению зон на участке. Первое, что нам было понятно, это расположение белого мини-сада перед камином-залом дома. Это было оговорено с хозяйкой еще при первой встрече на участке. Также на этапе составления технического задания было определено место для расположения красивой зеленой комнаты перед окнами кухни дома. В том числе было понятно размещение летней кухни с барбекю, и мы все понимаем, где у нас въездная группа на участок. Логично было размещение хозяйственной зоны для бочек автополива рядом с бойлерной. Исходя из плана инсоляции и расположения окон дома, было принято решение по размещению теплицы и огорода. Также мы понимали, что перед окнами спальни бабушке должен быть красивый тематический садик. В данном случае был прянорматический сад. Итак, нам осталось разместить детскую площадку и определить территорию для основного красивого парадного сада. Надо сказать, что техническим заданием было сразу оговорено скрыть детский домик от глаз. Это нестандартный подход к размещению детской площадки, но в настоящее время, поскольку зачастую для наблюдения за детьми используются камеры видеонаблюдения, мы совершенно смело можем расположить детский уголок в любой территории участка и не привязываться к дому. Таким образом, для детской территории мы определили юго-западный угол участка, а для основного сада оставили южную часть, на которую как раз-таки смотрят окна гостиной. Важно! Границы и формы, указанные на плане зонирования, условные, их не нужно воспринимать буквально. Они нам нужны лишь для согласования локации размещения ключевых элементов сада. Обратите внимание, что очень важно на всех чертежах указывать планировку дома, для того, чтобы учитывать обзор из окон на видовые точки сада. Сегодня мы с вами окунулись в первичный анализ территории сада и первые этапы проектирования участка. В следующей серии я покажу вам первый эскиз этого сада, и мы с вами посмотрим, как он трансформировался в генеральный план. С вами была Мария Кордубаева. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok